С нашей стороны тоже небольшое вступительное слово возьму. Коллеги, большое спасибо, что совместную встречу организовали. Надеюсь, всем она окажется полезной, интересной. С Лео Телеком, да, действительно, мы уже давно дружим. Есть у нас опыты совместных проектов. Также у нас есть огромные опыты собственных проектов, как и личных, так и с партнерским участием. Всегда идем в этом плане на контакт. Сами мы существуем уже больше 20 лет. За это время наша компания из научно-технического центра превратилась уже в холдинг из шести предприятий, где у нас сегментированы направления по работе с топливно-энергетическим комплексом. Это предприятие про ТТЛ. Отдельные категории заказчиков выведены у нас в ПРТ и спецтехника. Это по взаимодействию с Министерством обороны, МЧС, ФСБ, МВД. Коллеги производят специальное оборудование защищенное. Отдельное у нас направление есть по разработке оборудования средственно-оперативных разысканных мероприятий, оборудование СОРМ. И делаем и для Ировой, и классический СОРМ, первый, третий, ну и, в принципе, для фиксированной и мобильной сети полный комплекс решений у нас есть. В рамках еще одного дочернего общества у нас есть компания Сигурд IT, производит контакт-центры, на которых строятся все службы муниципальные и медицинские, например, Санкт-Петербурга, большой опыт поставок этих же контакт-центров в Ростелеком для энергетических компаний. И здесь на слайде у нас представлены основные наши направления по разработке. В первую очередь это ВКС и IP-телефония, наши классические направления, с чего у нас, в принципе, начиналось становление предприятия. Начинали мы 20 лет назад с разработки конвертеров сигнализации. Эти же конвертеры сигнализации до сих пор посмотрели по поставкам. Есть и в Лукоиле они установлены, в северных регионах Ухта, Коми. Как и говорил, есть центры обслуживания вызовов, поддерживающие огромное количество обращений единовременных от физических лиц. Отдельно у нас есть решение для мобильных сетей связи, где мы, собственно, являемся единоличным представителем и разработчиком ядра Private LTE. Да, сейчас по этому поводу в рамках цифровизации сталкиваемся с большим интересом у представителей производственных комплексов, ну и, собственно, представителей топливно-энергетического комплекса. Ну и отдельно решение для госструктур системы 112, которые мы построили и разработали по запросу от МЧС. Сейчас больше половины всех регионов, где система 112 установлена, она функционирует именно на нашем оборудовании. Вместе с тем, производим и поставляем в рамках расширения функциональных возможностей системы 112, системы умного города для централизации, объединения всех служб, обеспечивающих безопасность и здравоохранение города. На этом я бы хотел, наверное, передать слово Николаю Куликову. Это Николай Куликов, наш директор проектного офиса. Николай в подробностях расскажет о наших решениях IP-телефонии, видеоконференц-связи. Николай. Спасибо, Иван. Да, значит, ну еще буквально два слова скажу про саму компанию. Здесь такой слайд обзорный по нашим направлениям деятельности основным. И они, в общем, все завязаны на телекоммуникации. И сейчас эта презентация посвящена в первую очередь, ну, NGN, да, это Next Generation Network, IP-телефония, вот сети следующего поколения. И всем вопросам, которые сопряжены с данным направлением, то есть как логическое продолжение, это видеоконференц-связь. Другое, в другую чуть-чуть сторону, это Unified Communications, так называемые, объединенные коммуникации, когда на базе единой инфраструктуры вне зависимости от того, по какому каналу связи, ну, подключается абонент, ему доступны соответствующие услуги. Вот. И это все может быть наложено вот на решение для мобильных сетей. И вот Иван уже упомянул, да, что, ну, в России единственная, да, компания, которая занимается и действительно имеет свое собственное ядро мобильной сети, да, это вот компания НТЦ Протей, вот. То есть мы ради участия не занимаемся, вот, вообще в России по этому направлению не все так здорово, хотя министерство предпринимает соответствующие, ну, шаги, вот. А ядром мы занимаемся давно и успешно, в общем-то, когда в начале нулевых мы выделились в отдельную компанию из ЛАНИИСа, Ленинградского отраслевого НИИСВЯЗИ. Это было одним из наших направлений, и в основном оно, конечно, за рубеж поставляется. Вот. Очень большие у нас в этом смысле компетенции. Ну, про заказчиков, коллеги из Лео, Телеком, вот, Иван уже упомянул. Давайте уже перейдем к, собственно, самой платформе. Вот. IP-телефония, да, представляет собой архитектурно вот примерно такую неправильную пирамиду, где есть уровень доступа, есть уровень ядра и уровень приложений, да, сервисная платформа, вот, Application Servers, вот так эти модули называются в рекомендациях последних, вот, связанных с консорциумом 3GBP, вот этот Third Generation Partnership Project, вот, который выпускает сейчас, ну, рекомендации для сетей мобильных, там, IMS архитектуры, да, вот, IP Multimedia Subsystem, ну, и связанных с ней, там, LTE, да, 4G, 5G, вот это все 3GPP, ну, консорциум 3GPP. Выпускает, и, в общем-то, у нас есть с ним коммуникация. Вообще, так-то мы, как бы, сама компания очень тесно связана с университетом Бонч-Пуруевича, здесь в Санкт-Петербурге, и там наш отец-основатель, там, Борис Соломонович Гольштейн, многим связистам известен, да, по своим книжкам по телекоммуникациям. Так вот, все эти уровни нами закрываются, и, если говорить про них чуть более подробно, можно их вот разделить на программный коммутатор, да, ядро сети, и оборудование абонентского, и доступа, и транковые шлюзы. Значит, вот этот слайд и следующий. Я вот так чуть-чуть между ними попереключаюсь, и можно видеть, что верхняя часть слайдов, она неизменна, а нижняя меняется. И о чем это говорит, собственно, ну, давайте вот на втором слайде остановлюсь. Есть у нас такое решение комета. Вот, это маленький компактный шлюз, вот, или оборудование, да, коммутатора IP-ATS, который включает в себя все три составляющих и программный коммутатор. Вот, то есть это чистое ПО, soft switch, на котором может быть зарегистрировано до 2000 IP-абонентов. Вот, и в составе этой же аппаратной платформы есть и транковый шлюз с поддержкой трактов Е1 до двух трактов Е1, и оборудование абонентского доступа с портами аналоговых линий до 48 аналоговых линий и до 16 портов FXO или там SO, они называются, ну, это аналоговые соединительные линии. Вот такой модуль, он очень большое получил распространение, как локальный узел выживаемости, вот, ну, или для небольших учрежденческих АТС и производственных АТС он может использоваться для каких-то спецзадач. Вот, у него есть, ну, как бы свои плюсы, свои минусы, то есть он компактный, вот, в нем есть возможность подключения как одновременно и 48 питания, и 220 вольт, вот, но встает вопрос, как его масштабировать, как его резервировать, вот, и ответом служит, ну, вот, собственно, предыдущий слайд, с которого я начал, а именно возможность наполнять в зависимости от требований, задач и архитектуры сети, ну, осуществлять наполнение вот этой кометы и выносить каждую из вот этих трех веток на отдельные платформы, специально для этого предназначенные. То есть программный коммутатор, я уже упомянул, что это ПО, софт, вот, он может быть вынесен, ну, целиком на сервера, вот, это могут быть сервера общего назначения, это могут быть виртуальные машины, здесь это не принципиально, потому что, в общем, это ПО, тут нету аппаратной составляющей, а вот шлюз, абонентский, транковый, они, соответственно, могут быть запущены вот в таких шасси, телекоммуникационных кассетах, 6 юнитов, вот, позволяя организовать, ну, транковый шлюз, вот, с большим числом трактов Е1 и даже с поддержкой СТМ-1, если такая необходимость есть, и, соответственно, абонентский доступ вот в таких шасси, где устанавливаются управляющие платы и набор интерфейсных плат, да, с поддержкой портов FXF, да, аналоговые линии FXO, цифровые BRI, каналы тональной частоты, шестипроводные, вот, сигнализация ENDM, вот, и все это будет работать как единая инфраструктура с точки зрения управления, все управляется, естественно, на soft switch, вот, это будет выглядеть как одна большая АТС, ну, просто составленная из модулей, но об этом, что называется, знаем только мы с вами, а при эксплуатации оборудования, в общем-то, все идет через единую точку управления. Вот, как, ну, дополнительные модули расширения, вот, в дополнение к программному коммутатору, да, soft switch и шлюзам доступа, есть отдельное программное обеспечение пограничного контроллера сессий, session border controller, предназначенного, собственно, для обеспечения безопасности при стыковке узлов связи с внешним миром с точки зрения IP, IP-оборудования, то есть может быть выставлено в интернет или, ну, при связи между площадками через незащищенные каналы связи, рекомендуется ставить вот пограничный контроллер сессий, который, во-первых, скрывает внутреннюю топологию сети и обеспечивает защиту внутренней сети от внешних DDoS-атак, от попыток, ну, внешнего вторжения, фрода, там, спуффинга, подбора паролей и тому подобного. Вот, значит, вообще это все системы, ну, изначально операторского класса, вот, ориентированные на поставку крупным операторам и прокаченные для того, чтобы обслуживать большую нагрузку, вот, а в дальнейшем, когда мы начали работать плотнее с сектором производственным, был существенно расширен набор дополнительных видов обслуживания, вот, ну, собственно, для того, чтобы полностью обеспечить функциональность, аналогичную, ну, на тот момент лидеру промышленного рынка компании Siemens, вот, Ones Unify, ну, собственно, мы этого достигли и успешно поставляем наши оборудования. И, в частности, ну, это, это вот для корпоративного сегмента, вот, конкретно для производственных задач у нас есть отдельная такая линейка диспетчеризации, это совместно с компанией Leo Telecom, вообще вся сама концепция была разработана, где, ну, в центре находится, ну, комета диспетчерская, вот, ну, я уже упомянул, да, она при необходимости может быть разбита на сегменты, модули масштабированы, вот, с тем, чтобы подключать системы громкоговорящей связи, оповещения, вот, собственно, абонентов, там, с TXT, с системами радиосвязи, там, ДМР, тетра, и вот здесь, с правой стороны у нас нарисованы такие модули Muson, это наш отдельный комплекс, наше направление, связанное с локальными системами оповещения, ну, является, входит в перечень рекомендованных модулей от МЧС для построения локальных систем оповещения, и вообще платформа Muson, она сертифицирована для применения на местном, зоновом и федеральном уровнях, то есть на всех трех уровнях иерархии, там, оповещения, ну, и вообще сбора аварий, событий и оповещения в системе МЧС, да, то есть на базе вот Muson, только более крупных, ну, собственно, построена вот система «Безопасный город» и система 112 в регионах, ну, там они называются либо КСИОН, либо РАСЦО, да, РАСЦО – региональная автоматизированная система централизованного оповещения, а КСИОН – комплексная система оповещения, экстренного оповещения населения, вот так это все называется, но применяется в том числе и на заводах. Я вам дальше на слайдах тоже чуть, может, подробнее про это расскажу, но система управления строится на базе веб-интерфейса, HTTP или HTTPS. Да, и еще, наверное, стоит упомянуть, вот Иван, перечисляя наше направление деятельности и дочернее общество, первым, в общем-то, назвал «Протеи спецтехника», вот, и, может быть, создалось впечатление, что, ну, такое военное у нас направление вообще всего холдинга, но это так и не так. Изначально мы были очень гражданской компанией, вот, и плотно начали работать с Министерством обороны и вообще спецзаказчиками, ну, после 2014 года. После «Крым-наш», когда к нам пришли в поисках действительно отечественного защищенного решения коллеги, и мы стали, ну, поставляться в войска, ну, там есть свои, как бы, нюансы, спецприемка там, всякие допуски, и изначально был небольшой сегмент нашей компании выделен вот в «Протеи-СТ», для того, чтобы не усложнять всем остальным жизнь, вот, но могу, как бы, сказать достаточно авторитетно, что, ну, сами решения наши, ну, отличаются только наличием сертификатов, вот, то есть они, то, что поставляется на гражданский рынок, в общем-то, практически ничем ни по защищенности, ни по функциональности не отличаются от спецсегмента, вот, то есть здесь можно говорить о отсутствии там недокументированных возможностей защищенности с точки зрения несанкционированного доступа, вот, это все, вот, разработано, ну, одной группой лиц, ну, просто определенные бинарники, да, вот, исполняемые файлы прошли соответствующие проверки в компетентных органах, вот, и вот я скажу, да, продолжением, вот, обычной IP-телефонии у нас явилась платформа ВКС, видеоконференц-связи, вот, вот, она так может быть разделена на две логические части, это терминалы и ядро, да, сервер видеоконференц-связи, вот, кстати, оборудование, да, это касается NGN и ВКС, оборудование имеет статус ТОРП, телекоммуникационное оборудование российского производства, программное обеспечение, все входит в реестр Минкомсвязи, ну, сначала, да, вот у нас появился центральный сервис Сапфир, коллеги, скажите, мышку, когда я вожу ей, видно? Видно. А, хорошо, вот, значит, вот Сапфир, вот такая кассета, шасси, всего три юнита, вот, вот, по своей производительности, ну, близка к цискам ВКС, которые, там, 21 юнит, насколько я помню, такая самая топовая циска, как раз 21 юнит занимает, вот, а по производительности, ну, в зависимости от разных условий, ну, близка и либо превосходит решение циска, вот, ну, так как, ну, мы пользовались так называемым преимуществом догоняющего, да, когда мы учли, ну, минусы, недостатки наших конкурентов, которые, ну, стартовали достаточно давно, еще на предыдущем поколении аппаратной части, вот, и архитектуру, видимо, они так заложили, мы, ну, мы, как бы, наше решение было лишено подобных недостатков и позволило сделать систему более гибкой, вот, ну, например, да, мы в рамках конференции мы можем каждому участнику кодировать уникальную раскладку, вот, на решениях циска можно только одному участнику в конференции транслировать уникальную раскладку под него, кастомизированную, а все остальные получают некую стандартную, сформированную автоматически. Вот, да, вот сервер Sapphire, он, причем, как бы, может стекироваться, может образовывать кластер, работающий вот под управлением внешних серверов, вот, ну, и система записи видеоконференции, естественно, присутствует, ну, здесь она условно нарисована, потому что это, ну, чистое ПО, оно разворачивается на СХД, вот, если необходимо, для того, чтобы, ну, обеспечить хранение, собственно, видеозаписей. И вот есть набор кодеков, персональных терминалов различного вида. Ну, сейчас я до них дойду чуть более подробно. Да, все это построено на базе, естественно, IP-технологий, вот, и тесно и непосредственно, в общем-то, бесшовно интегрируется с нашими системами NGN, вот, про которые я сказал. Вот, нет никаких ограничений по тому, чтобы подключить в конференцию сторонних абонентов. Это могут быть и видеоабоненты, и подключение в аудиорежиме, либо с телефонных IP-аппаратов, так и через вот шлюзы абонентского доступа. Ну, вот, про Sapphire, наверное, я упомянул уже. Вот это такое шасси, тут вентиляторная полка для охлаждения, и можно видеть, да, центральные платы для управления, вот, и запуска, собственно, управляющего ПО различной направленности. И вот эти одинаковые платы – это платы, обеспечивающие микширование видеопотоков. Ну, их число, собственно, и определяет суммарную производительность VKS-сервера. Управляется, ну, через графический интерфейс. Имеет возможность там управляться из различных точек, то есть специально заточено под то, чтобы либо несколько администраторов или операторов могло подключаться к одной, к одному серверу, либо наоборот, вот здесь вот можно видеть, один оператор может несколькими различными серверами управлять. Вот, ну, даже не знаю, что тут включать-выключать звук. Есть система планирования, есть система статистики, возможность там группового или индивидуального управления абонентами, конференциями. Есть редактор раскладок, где можно гибко вот эти квадраторы набивать, ну, объединять, разделять как нужно, ну, по любым предпочтениям заказчика. Ну, да, администрирование, естественно, есть и рассылка e-mail приглашений, формирование расписаний, там, пин-код защита, там, ну, в общем, огромный набор функций. Вот, система записи переговоров, адресная книга. Адресная книга может формироваться, там, вручную, либо подсасываться сторонней существующей по протоколу LDAP из Active Directory. Ну, в, ну, наша система, она много где поставляется, и на данный момент в компании «Газпром» у них там есть своя собственная сертификация для ВКС верхнего уровня. Это там, ну, тот уровень, где у них все директора собираются, где там Миллер может принимать участие, там у них отдельные тесты и достаточно жесткий отбор. Вот, до недавнего времени там была только компания Cisco прошла этот отбор. И, ну, в общем, достаточно давно, уже в семнадцатом году, наша платформа видеоконференц-связи там тоже получила соответствующий сертификат и рекомендована к поставкам на, в качестве ВКС, вот, ВУ. Ну, и вот Лахту у нас тут в Питере все строят, строят, никак не построят. Ну, наверное, в следующем году уже планируют ее, наконец, сдавать, и там будет тоже размещен узел с нашим сервером ВКС, как раз как ВКС-ВУ. Вот, а на этом слайде я тут договаривал. Можете видеть нашу линейку терминалов. Вот, начинали мы вот с верхнего левого угла, вот такой. Это был наш первый модуль, Гранат, групповой кодек видеоконференц-связи. Ну, возможность подключения двух HDMI-выходов, один HDMI-вход, Ethernet-интерфейсы для резервирования, и там оптический интерфейс прямо есть. Вот, а дальше начали наращивать, собственно, нашу архитектуру. Появилось стоечное исполнение с расширенным набором и аудио-видеоинтерфейсов. Появились вот модули MalaHit, вот, типа Monoblock. Появились видеотерминалы Onyx, вот, это как раз на базе них строятся оперативные пульты для диспетчерской связи. Сейчас я там про них, ну, чуть позже скажу. Появилось решение для видеостены. Вот такие небольшие модули видеозахвата и видеотрансляции для того, чтобы, ну, строить большие распределенные системы, вот, обмена видео. Вообще, в принципе, это, ну, отдельный, у нас патент на это получен такой, наше ноу-хау. Такие интересные модули по PoE получают питание прямо в Ethernet-порт, в общем-то, и можно строить очень большие распределенные системы, вот, с распределением этих изображений по экранам. Там, там, по-моему, вот, самая большая у нас там стена, видеостена, там, 50 панелей по 55 дюймов в МЧС, там, Дагестана у нас развернута. Есть отдельные, вот, мобильные комплексы, вот такие, типа, я не скажу, что это ноутбук, потому что это такой защищенный кейс в закрытом состоянии, защита от влаги и пыли IP65. Вот, ну, используются, вот, подобные решения у нас, вот, ну, изначально войска не поставлялись, вот, совместно со спутниковыми системами связи, отгружали мы это, в том числе, ну, то есть мы отгружали в Министерство обороны, они нам не рассказывали, куда это пошло, в какие части, вот, в каких-то репортажах нашей России, я имею в виду телеканал Россия, видели наши вот такие модули в Сирии, при выводе беженцев прямо передавали картинку в Генштаб, вот, через, ну, вот, через подобный мобильный комплекс предыдущего поколения. Вот, ну, да, это вот, что, если говорить про кодеки, ну, в качестве обвязки, да, так называемой периферии, это вот камеры могут подключаться туда, камеры, как правило, подключаются по Ethernet, вот, вот, аудио интерфейсы подключаются, ну, там разные могут быть, это может быть, ну, цифровые USB, это могут быть балансные интерфейсы или небалансные, там, джеки или вот такие тюльпаны, там, балансный XLR. Да, собственно, ну, периферия не наша, у нас есть проверенное решение, ну, в качестве камер используем, ну, так называемый хороший Китай, вот, там, камеры Prestel у них, ну, хорошая оптика, вот, поворотная камера, 20-ти кратный зум оптический, вот, хорошая цветопередача, вот, сравнивали там, например, с Logitech, ну, на порядок лучше, вот, ну, по аудиопериферии, там, есть отечественные микрофонные системы, там, Recovec, например, вот, но есть, ну, все покрыть невозможно, то есть мы не стремимся самим стать разработчиками и производителями камеры без звука, у нас просто нету таких компетенций, вот, пользуемся тем, что, ну, предоставляет вот промышленность либо отечественные, либо, ну, какая-то союзническая партнерские программы, ну, вот, поставляем от компании Yamaha, например, хорошее у них есть решение для пультов, всенаправленные микрофоны, вот, ну, для того, чтобы управлять, собственно, кодеками, может использоваться как пульт дистанционного управления, может подключаться, ну, мышь-клавиатура, либо может использоваться вот такой вот корунт, это сенсорный модуль с тач-панелью 10 дюймов, вот, собственно, для того, чтобы иметь возможность управлять, ну, либо вот кодеками, либо, ну, вот такими моноблоками, у нас есть отдельная линейка уже персональных терминалов MalaHit 27, 21 и 15 дюймов с встроенной камерой, акустикой, там, камера со шторкой, все по лучшим стандартам безопасности. Ну, в общем, функциональность терминала, она, ну, достаточно стандартна, там, ничего такого придумать, ну, что-то такое хитрое придумать, наверное, сложно, хотя мы стараемся улучшить функционал, вот, помимо того, что есть, ну, базовые вещи, да, совершить, принять вызов, там, выполнить настройки, там, собственно, управлять можно этим терминалом и дистанционно через веб-интерфейс, точно так же совершать вызовы, принимать, там, просматривать адресную книгу, но и для того, чтобы, вот, облегчить работу, там, пользователя, есть возможность формировать вот такие кастомизированные рабочие экраны с, ну, как бы, рабочими областями, вот, куда можно вынести адресную книгу, там, кнопки быстрого набора, тестатуру, вот, сюда же можно выносить такие виджеты, как календарь, например, вот, или напоминание, уведомление, вот, все это возможно менять как самим пользователем, так и администратором дистанционно, все применяется в онлайн. Так, да, ну, вот это пример веб-интерфейса с настройками системы, в общем, ну, настраивается все через веб-интерфейс, стабильно, там, управляется все, все доступно администраторам, вот, ну, да, это вот пример, да, этого самого веб-интерфейса с управлением, там, есть возможность, да, включить, выключить камеру, микрофон, начать остановить презентацию, подсмотреть, как это все передается, то есть без необходимости находиться непосредственно в зале, где находится, ну, где проходит сама ВКС. Очень удобно для администратора, вот, да, для эксплуатирующего персонала. Значит, и, вот, говоря про диспетчеризацию, одно из такой, вот, боковое ответвление платформы, вот, видеоконференции и самих персональных терминалов, это вот такой протей-пос, пульт оперативной связи, оперативно-диспетчерской связи, это тачскрин, возможность работы по двум телефонным трубкам, то есть основная для, ну, переговоров, для сбора конференций, для, ну, перевода вызовов, но есть и дополнительная, ну, она является, естественно, опциональной для того, чтобы, ну, например, во время, не отрываясь от собранной конференции, там, получить консультацию какого-то ответственного специалиста, либо, наоборот, там, входящий вызов от директора, чтобы на него оперативно ответить, вот, не отрываясь от совещания. Вот, сам он, пульт оперативной связи, он, ну, это умный, продвинутый, но все-таки такой IP-телефон со специализированным функционалом, он обязательно работает вот с нашим ядром, вот, а уже к ядру подключаются, ну, да, к ядру подключаются, а здесь управляются вот различные контура взаимодействия, вот, например, телефонная связь, телефонно-диспетчерская, громкоговорящая радиосвязь, вот, система записи переговоров, конференции, и, собственно, диспетчер, ну, ориентирован на то, чтобы иметь возможность со всех контуров на себе собирать эти конференции, объединять их, вот, управлять ими, вот, у него есть очередь входящих вызов, там, с приоритизацией, с возможностью, разговаривая с одними, вот, при поступлении нового входящего вызова, не отрываясь сразу же, там, либо отбить, либо перевести вызов на, там, третьего абонента, вот, очень такой продвинутый функционал, есть специально заточенный на, ну, вот, под диспетчеров. Я, наверное, вот этот, ну, слайд, даже не знаю, говорить, не говорить, ну, конкретно вот с Газпромом, подобные, вот, разработку, 21 дюйм экран, от нас попросили сделать, ну, спецрешение, вот, специальный интерфейс, вот, под требования Газпрома, конкретно для их председателя правления, Миллера, вот, ну, собственно, мы выполнили, но пока что это, ну, реально ему нигде не было поставлено, вот, должно быть поставлено в лахте, вот, мы, как бы, этого все с трепетом ожидаем, ответственность. Решение маленькое, вот, но ответственное, вот, но, в принципе, все отработано, все будет работать, все должно работать корректно. Теперь про видеоконференц-связь я закончил, да, но буду все равно к вот этим моментам, наверное, возвращаться, в общем, и сама презентация у нас постепенно будет подходить к концу, еще несколько, вот, наших направлений освещу, вот, а эти направления, вот, в частности, вот, проте Unicom, да, это Unified Communications, ну, да, это аналог, как бы, Telegram, да, только с, если в Telegram, там, бюджеты сумасшедшие, вот, но здесь это, ну, и, как бы, и Telegram-то он работает только в облаке, вот, а Unicom заточен под то, чтобы работать именно на предприятиях и предоставлять специальные, достаточно интересный функционал, вот, то есть сам Unicom, он привязан к абонентскому профилю. Абонентский профиль живет на, вот, платформе им-свич 5, да, входящей в нашу линейку NGN. И сюда же, к вот этому им-свичу, к программному коммутатору, к абонентскому профилю может быть подключен, да, то есть по умолчанию абонентский профиль – это IP-телефон, но может быть подключен и запись конкретного, вот, абонента в UC, в Unified Communications, и программные обеспечники может, Unified Communications этого, может крутиться либо на компьютере, под управлением Linux, Windows, может работать на мобильном телефоне, либо в веб-браузере, вот, предоставляя возможности, как совершать, принимать голосовые вызовы или видеовызовы, а так и обмениваться сообщениями, создавать чаты, вот, создавать группы, закрытые группы, там, есть доступ, естественно, отдельный для безопасников, для контроля, вот, передаваемой информации при необходимости. Вот, есть возможность средствами UC создавать видеоконференции, которые уже будут микшироваться вот на платформе Sapphire, да, вот, в составе ProteiVKS, вот, то есть это такой вот модуль, объединяющий вот все, ну, возможные, вот, современные девайсы с точки зрения пользователя и, ну, позволяющие предоставлять, вот, сервисы, услуги, ну, вот, на базе наших платформ. При этом само, само решение может иметь в своем составе или может интегрироваться с, как бы, решениями нашими пром, UC, промышленной Unified Communications, где, ну, в частности, может быть развернут вот такой GIS, геоинформационная система, которая, ну, она построена на базе TUGIS, ну, TUGIS – это для карт, может, могут быть загружены и ваши какие-то конкретные слои, и карты предприятий, заводов, если, ну, по слоям, если такая необходимость есть, и отслеживать, возможно, перемещение абонентов, позволяя, там, диспетчеру, например, или это же все доступно и в мобильном телефоне, и позволяя написать сообщение, совершить аудио или видео вызов. Вот. Ну, вот, и там система промышленного телевидения, да, вот это наша одна, один из модулей вот безопасного города. Можно видеть, я вот переключусь обратно на предыдущий слайд, вот здесь вот камера такая нарисована, то есть система вот пром.тв, она точно так же может быть выведена на геоинформационную систему с тем, чтобы можно было вот кликнуть сюда на камеру и запустить онлайн-трансляцию с этой камеры прямо на карте, либо посмотреть этот архив, вот, наблюдать за инцидентами, там, ну, и уже средствами самой пром.тв, системы, можно поворачивать эти камеры, зум обеспечивать, ну, просматривать архив. Так, да, к вот системе пром.тв могут быть подключены видеокамеры, могут быть подключены тепловизоры, и те видеопотоки, которые поступают от камер, могут проходить еще и дополнительную видеоаналитику, потому что, ну, все понимают, что к тысяче камерам тысячу охранников не приставишь, чтобы они смотрели в монитор. Вот. Для этого есть системы видеоаналитики, позволяющие, ну, обеспечивать вот какие-то детектирование каких-то событий, да, ну, начиная от пересечения периметра, вот, заканчивая, я не знаю, детектированием пожаров, например. Вот у нас есть система там в рамках 112 в Нижнем Новгороде, где у нас, у них, точнее, на базе нашей платформы построена система превентивного мониторинга пожаров, там, у них на вышках в лесах под Новгородом прямо крутятся эти камеры, вот, такими делая снимки, вот, а наша СВН это их просматривает и анализирует. Вот. Вот. Архитектурно вот система промышленного телевидения, ну, разработана нами, специализирована под, опять же, производственные объекты, там, где могут быть заводы, да, филиалы дочерних обществ и дочернее общество на самом верху пирамиды. Вот. При этом производственные объекты у нас могут быть как централизованные типа заводов, там, перерабатывающих НПЗ, так и протяженные, да, нефтепроводы, газопроводы. И одной из ключевых и достаточно интересных вот особенностей нашей платформы является возможность мультиплексирования видеопотоков от камер, находящихся на производственном объекте в единый видеопоток, ну, и передачи его на уровень филиала ДО, либо на самый верхний уровень дочернего общества. Вот. Ну, для чего это делается, да, то есть, если нужно, я не знаю, просмотреть, например, одновременно видео с пяти камер, вот, и их вывести вот на экран, там, в виде такого, ну, квадратора, да. Пять камер, это, значит, по, там, будьте любезны, 20 мегабит предоставьте. Вот. Сюда 20 мегабит, туда 20 мегабит, вот, как бы, и канал забивается, вот, для того, чтобы, для того, чтобы оптимизировать, вот, занимаемую полосу, вот, эти видеопотоки могут быть замикшированы в один квадратор на уровне производственного объекта и передаваться наверх уже по каналам связи, как одна единственная картинка, ну, размером, там, 2 мегабита, например, или 4 мегабита с качеством Full HD. Вот. Делается это все, ну, как бы, на базе модулей нашей видеоконференц-связи. Вот. Они, ну, там, уже в соответствующих аппаратных мощностях запускаются, программные модули, управляются они из центра, вот, то есть в центре говорится, вот, хочу получать видео с камер 1, 2, 3 и 4. Вот. И этот квадратор соответствующий отдается наверх. Потом наверху директор увидел, что на первом, в первой камере что-то происходит неадекватное, там, я не знаю, там тушат пожар, например, или там, ну, какой-то ЧС, да, вот это, как правило же, ну, руководство, ну, интересуется для контроля чего-то происходящего на месте. Вот. На одной из камер что-то интересное происходит, к чему нужно более внимательно присмотреться. Прямо наверху, в дочернем обществе говорится, вывести мне вот этот поток крупным. Команда отдается вниз и автоматом квадратор меняется и отдается наверх уже в полном качестве соответствующий видеопоток. Вот. Ну, насколько я знаю, такой архитектуры ни у кого больше нету. Такое наше ноу-хау, ну, используется достаточно активно, ну, на некоторых, ну, это и для предприятий актуально, там, и для военных наших заказчиков тоже. Вот. Все. Совсем подходит к концу презентация. Еще буквально два слова скажу про решения, да, наши для private LTE. Уже говорили, что мы являемся производителями вот ядра сетей следующего поколения, ну, long-term evolution, да, LTE. Со стороны Минпромторга идет серьезное, значит, стимулирование промышленного сектора для построения сетей вот private LTE, то есть позволяющие, ну, LTE, ну, сама архитектура 4G позволяет построить частные LTE-сети, где трафик передаваемый не выходит за пределы информационного контура самого предприятия, то есть базовые станции, которые там находятся, они могут принадлежать физически оператору связи и канал связи, может быть, от них идти к, ну, в ядро оператора связи, вот. Но уже LTE предполагает такую технологию, как run-sharing, вот radio access network sharing, да, деление радиоресурсов. В этом случае от тех же самых базовых станций альтернативные каналы дополнительные, вторые IP-каналы, они направляются непосредственно в ядро LTE-сети, расположенные на территории предприятия. Вот. Сим-карты, подключенные к этим базовым станциям, сим-карты, зарегистрированные на предприятии, они связываются уже, разделение происходит на уровне вот этих базовых станций, и трафик вот этих сим-карт никуда в ядро оператора уже не идет, а идет в ядро предприятия. Вот. Тем самым обеспечивая безопасность критической информационной инфраструктуры и, ну, и, собственно, обеспечивая, ну, давая огромные, вот, огромные преимущества по управлению своими абонентами, своим трафиком, услугами, приоритизацией сервисов на радиоучастке, ну, на предприятии, собственно, таким образом позволяя развернуть вот сеть 4G, покрыть этой сетью, ну, заданную территорию и предоставлять еще и, как бы, услуги. Услуги, это могут быть как передача телеметрии, да, построение интернета вещей, IOT, это может быть и передача, вот, видеотрафика для тех же камер систем видеонаблюдения, это может быть построение, вот, внедрение MCPTX, ну, да, MCPTT в первую очередь, Mission Critical Push-to-Talk, вот, это отдельные рекомендации вот этого консорциума 3GPP, позволяющие на базе LTE сетей обеспечивать мобильную рацию, так называемую, ну, это, если говорить Push-to-Talk, да, то это голос, а есть PTX уже пишут, потому что есть Push-to-Data, Push-to-Video, вот, у нас, да, наша платформа, вернее, или в нашем портфолио, если можно сказать, есть платформа MCPTT, ну, PTX точнее, вот, а, ну, вот, ядро, собственно, вот, ну, согласно рекомендациям, да, вот, 3GPP, все функции, которые предоставляются ядром сети LTE, вот, они разбиты вот на такие вот отдельные модули, вот, там, модуль, с какой стороны смотреть, вот, ну, центральный HLR, да, Home Location Register и HSS, вот, это база данных, собственно, абонентов, там, где сим-карты хранятся, это отдельный модуль, там, ну, SMS-центр, понятно, DPI, Deep Picket Inspection или PCRF, Policy Control Resource Function, то есть, вот, эти все модули, это отдельные сущности, которые с другими элементами сети взаимодействуют по определенным заданным и подробно описанным в рекомендациях протоколам, вот, все, что здесь вот нарисовано на этом слайде, нами производится, это, вот, программные продукты, все за исключением вот этого МГВ, медиа ГТВ, да, собственно, построенном на базе шлюза, ну, который там был на пятом или шестом слайде вот этой презентации, то есть, у нас такая сборная, сборный такой конструктор, позволяющий вот одним модулем использовать функции других модулей и получая таким образом эффект синергии, да, когда сумма целого превосходит сумму элементов в отдельности. Да, и все, это еще три слайда, уже заканчиваю, вот, как один из элементов, да, который, он может соседствовать с LTE, он может включать в себя UC, может, как бы, без Private LTE существовать, вот, это, ну, SPOC, да, система объединенных промышленных коммуникаций, вот, это в первую очередь такое построение цифрового бойника предприятия, это разработка одна, ну, отдельного нашего дочернего предприятия ProteiSM, предназначенная для того, чтобы управлять уже целыми инцидентами, вот, и что обеспечивать? Сбор телеметрии, в первую очередь, сработок датчиков, ну, скажем, да, грубо говоря, это умный дом, но на самом деле это, ну, умный завод, подключение сюда через, ну, специализированные шлюзы различных показаний в качестве источников показаний могут быть как, ну, вот, промышленные какие-то датчики, так и некие мобильные устройства, носимые устройства, это могут быть и телефоны, вот, взрывозащищенные телефоны, это могут быть так называемые умные каски, умные жилеты, вот, и эта вся история приходит в цифровой двойник, вот, который строит, собственно, аналог, цифровой аналог предприятия. Наконец-то появилось устройство, да, вот, или платформа, в которую можно загрузить вот все эти схемы, нарисованные в автокаде, и с помощью этих схем, в случае, если возникает какая-то несправность, во-первых, ее вовремя детектировать и отрабатывать соответствующие сценарии, да, ускоренного действия. Сюда подключается и СКУД, и система видеонаблюдения, вот, система оповещения, но это уже для того, чтобы отрабатывать инциденты на предприятии, а вся телеметрия, вот, собранная с кучей источников, она собирается, и вот это другое модное слово, кроме интернета вещей, другой модный термин – это big data, да, собственно, big data, да, позволяющая строить тенденции, выявлять корреляции, вот, и отдавать вот в, ну, АСУТП, в первую очередь, выборки для того, чтобы иметь возможность проанализировать, а куда же утекают деньги, например, вот, оказывается, у нас там идет утечка или перерасход, вот, электроэнергии, воды, чего угодно, вот, и позволяя контролировать это все и экономить существенные бюджеты, вот, делать там на базе этого очень сложные и хитрые сценарии, там, например, там, сейчас, давайте вот здесь, это, там, мобильный обходчик, например, да, то есть человек с носимым устройством перемещается по контрольным точкам, он должен перемещаться вот по заданному маршруту с установленной, значит, интенсивностью, скоростью проходить соответствующие точки для того, чтобы контролировать их, вот, с помощью этой системы есть возможность автоматически его контролировать, смотреть, что да, он идет по графику, нету сходов с маршрута, нету задержек на маршруте, что он действительно пришел в заданные точки, вот, и там отметился, вот, собирая информацию о его местоположении, да, через GPS, тот же самый, или GLONASS, вот, отмечая его приход, там, детектированием, ну, через RFI, или, там, через Bluetooth-метки какие-нибудь расположенные в данных объектах, вот, контролировать в случае инцидента, например, наводить на точку сработки, да, или, там, данного обходчика, там, да, специалиста камеру, иметь возможность сделать на него голосовой или видеозвонок, вот, и все это собирать в SCADA, оверскада, вот, системы ASUTP, вот, ну, это, по SPOC у нас там есть отдельные большие презентации с принтскринами, да, с экранами, для того, чтобы показать, как это более подробно показывать, как это работает, вот, все, я, в общем-то, закончил, здесь оставлю этот слайд, и, ну, ладно, техническая поддержка, наверное, на ней мы отдельно можем потом поговорить, собственно, самое главное, что она есть, она круглосуточная, там, русская, англая, там, испаноговорящая, если надо, оборудование наше стоит по всей стране, вот, от Камчатки до Калининграда, вот, и работаем мы по всем часовым поясам, в командировке, естественно, ездим, вот, а здесь оставлю вот этот слайд как ключевые преимущества, он так у нас обозначен, вот, они есть организационные, там, технические преимущества с точки зрения администрирования, вот, ну, это во многом на IGN и ВКС ориентированы данные пункты, вот, ну, можно, да, еще, я уже упоминал, что и ПО наше отечественное, и оборудование отечественное, в общем-то, не так много компаний, которые целиком и полностью занимаются разработкой, сами обладая всеми компетенциями с точки зрения, ну, поддержки, вот, своих решений, то есть наши платформы, вот, особенно, ну, если говорить про телефонию, аппаратные платформы, вот, они с конца 90-х, ну, там, разрабатывались в начале нулевых, поставляются на рынок, и за это время же очень много чего поменялось, там, ну, и процессоры, аппаратная вся база, она обновляется, и поставщики, ясное дело, что элементная база, ну, вот, мы пользуемся, опять же, тем, что предоставляет отечественная промышленность, но, к сожалению, она не богата на некоторые вещи, вот, и в качестве аппаратных составляющих, да, вот этих самых навесных элементов используются процессоры общего назначения со всего мира, там, производимые в Юго-Восточной Азии, там, Тайвань и Сингапур, вот, есть какие-то немецкие процессоры, вот, но печатная плата, ну, спроектированная нами, производится в России, установка навесных элементов вот этих всех в России производится, прошивки низкоуровневые, разработаны нами, зашиты туда, собственно, если надо, они там корректируются, если там, ну, что-то меняется, там, элемент какой-то, мы можем это все успешно корректировать, ну, и, естественно, весь высокоуровневый софт, он тоже нашего производства, и все это в совокупности дает право нашему оборудованию считаться телекоммуникационным оборудованием российского производства, вот, и защищает наших, ну, заказчиков от неожиданных закрытий, там, каких-то сторонних предприятий. Вот, наверное, все, что хотел по этому поводу сказать, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, буду рад ответить.